МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сенатор Совета Федерации от Республики Бурятия предложил перенести столицу нашей Родины, причем желательно в середину страны. В качестве городов-претендентов он назвал Новосибирск или Свердловск. Это же придется еще, наверное, в прошлое вернуться. Жаль, что в Верхней Палате парламента не в курсе, что столица Урала уже лет 20 с лишним называется Екатеринбург. Но это не главное. Ну а чем Тюмень вообще хуже? Мы можем. Добро пожаловать. Всем рады. Тем более, что новости у нас вполне неплохие. Меня зовут Дмитрий Чашков. Это итоги. Здравствуйте. Нам есть чем с вами поговорить. Доступ к делу. Вести бизнес в Тюмени стало проще. Как федеральные ведомства пошли навстречу предпринимателям. Режим повышенной безопасности. Как спасти частный дом от пожара. Как вы говорите, новый тренд, он стал последний год у нас. Новые предложения от МЧС. День открытых идей. Свободная пятница для тюменских школ. Как предлагает ученикам провести последний день учебной недели. Я его любила из того, что было. Что заставляет наше сердце биться сильнее. Флакон пылающей любви. Капли нежности в крови. Биохимия самого загадочного чувства. Индустриальные парки Боровском и Багандинском получили официальный статус. Распоряжение подписал губернатор области. На площадке сейчас прокладывают сети и дороги. Заявок от резидентов даже на этом этапе становится все больше. Принять их, напомню, смогут уже в августе. Компания получит не только готовую площадку под строительство производств, но и налоговые льготы. Индустриальный парк Боровский сосредоточится на переработке. Туда зайдет малый и средний бизнес. А вот в Багандинском ждут крупный. Основное направление биотехнологии – фармацевтическая промышленность. Уже известно, что якорным резидентом станет американская корпорация «Каргил», которая в этом году планирует начать строительство большого завода по производству премиксов. Но, кстати, накануне профессор МГУ, специалист по социально-экономическому развитию регионов Наталья Зубаревич в своем отчете в очередной раз упомянула Тюменскую область. Она отмечает, что страна уверенно теряет инвесторов, как иностранных, так и отечественных. Но даже в такой ситуации мы на первом месте по привлечению финансов. 15% от общего числа. Вторая позиция у Москвы – и 9%. Дорогой непростой, но верно идем, видимо, товарищи. Недавно в строе влились и местные представительства федеральных ведомств. О смене курса Ирина Шепилова. Сергей Курочкин в офисе энергетиков – частый гость. В месяц к электричеству подключает не по одному своему торговому объекту. Сейчас все изменилось значительно. Если раньше мы даже не знали, в какое окошко подойти, в какую организацию, то теперь все стало понятно, мы успешно коммуницируем. Если раньше мы считали месяцы, иногда до получения документов, то сейчас чаще всего нам звонят и говорят, придите, получите. Это изменяется днями, 2-3 дня. Сроки сократились существенно. Согласование и выдача техусловий теперь занимает не 15 дней, а 5. В этом году число процедур при подключении объектов сократится до 5 и не превысит 60 дней. Все новости предпринимателям сообщают на личных встречах. Мы пропагандируем то, что любой заявитель может спокойно прийти в центр обслуживания клиентов, подать заявку, собрать те документы, которые ему необходимы для этой заявки, с помощью специалистов центра обслуживания клиентов, а не с помощью посредников за деньги. Легче теперь зарегистрировать бизнес вместо 5 – 3 дня и вместо 9 – 4 обязательные процедуры. В зале установили терминалы оплаты госпошлины. В два раза стало больше специалистов колл-центра. В помощь налогоплательщикам дополнительно в операционном зале размещены два гостевых компьютера, на которых размещено программное обеспечение, позволяющее безошибочно заполнить форму заявления. Также здесь имеется нормативная база. Регистрация прав теперь укладывается в рабочую неделю, как и предоставление сведений из государственного кадастра недвижимости. Только за 2016 год поступило уже порядка 1250 заявлений. Возможность регистрации прав на любые объекты в оперативные короткие сроки – как раз главные критерии как популярности, так и положительных отзывов не только предпринимателей, но и любых заявителей. У каждой службы теперь работают электронные сервисы. Это фактически сокращает походы в учреждения до одного визита. Ведь подать документы на регистрацию прав бизнеса или подключение к сетям можно в любой точке страны, лишь бы был интернет. Ирина Шипилова, Дмитрий Ларичев, Тюменское время. Интернет вообще штука для бизнеса полезная. Региональная товарно-промышленная палата заявила, что готова поддержать тюменский краунфандинговый проект «Живой город». Это такое народное финансирование интересных идей. На сайте 3w.live72.ru с ними можно уже познакомиться. И вложить деньги. К примеру, в проведение курсов кредитной самообороны, чтобы население стало более финансово грамотным. Или в проект «Банк еды» — это система распределения лишних продуктов между нуждающимися. Или вот еще. «Банк времени» — это система должна помочь местным предприятиям обмениваться товарами и услугами без денег по бартеру. Кстати, ей уже заинтересовались компании, члены торгово-промышленной палаты. Все правильно. У одних есть деньги, у других есть идеи. В итоге взаимовыгодное сотрудничество. Кстати, про идеи и про деньги. В начале недели главный российский защитник прав детей сделал предложение в каждый частный дом под дымовому извещателю. И это ведь должно сократить количество жертв при пожарах. На что Павлу Астахову в Тюменском правительстве ответили — все уже под контролем. Причем за счет неравнодушного местного бизнеса. Но на каждого, конечно, благотворительных денег не хватит. Тут должны подключиться сотрудники МЧС. Реакция себя долго ждать не заставила. Подробности у Ларисы Соловьевой. Это любительское видео. Пожарные приехали через 8 минут. Через 15 потушили огонь. Но дом сгорел дотла. Чудом никто не пострадал. А это останки еще одного здания. Семья выбежала на улицу, в чем была. Ничего спасти не удалось. И без крова остались родители и двое детей. Новостные ленты пестрят сообщениями о погорельцах. За 2015 год произошло 638 пожаров. И из них 520 в частном секторе. Пожары в частном секторе происходят каждый год. Но в этот раз их слишком много и с жертвами. Особое внимание к пожарной безопасности привлекли сразу несколько трагических случаев, когда в огне погибли дети. Ситуация заставила сотрудников МЧС снова пойти по домам. Обычно это делают в преддверии отопительного сезона. Но указанные нарушения исправляют не все. Например, жильцам села Масали еще год назад были выданы первые предписания. И они остались без внимания. Очередной визит снова выявил нарушение в электропроводке. И только в одном доме постарались решить проблему. Четыре квартиры мы заменили. Я оторганизовал систему. Сделали. И то четыре квартиры. А вот эта пустая сейчас. Этим хозяевам тоже не надо. Видно. Не знаю. Между тем, неисправная проводка и отопление – две главные причины возгорания. И если не спасти дом, то спасти семью можно. Ну для чего здесь предопочный дом находится? Чтобы искренне загорелось. Жильцы все знают в теории. Но на практике возле печи лежат дрова. Визит инспекторов не удивляет. В этом доме слышали о гибели детей в огне. У семьи своих трое. В первую очередь к многодетным. И заглядывает пошнадзор. В этот раз не с пустыми руками. Наша ноу-хау – очень полезная вещь. Губернатор озвучил, что этот датчик уже спас как минимум двоих детей. С начала года этого. Крепится к потолку, работает от батарейки. Реагирует на дым. Начинает пищать. Цена вопроса в пределах 500 рублей. Как вы говорите, новый тренд стал последний год у нас. Они у нас всегда были. Но не всегда устанавливались в частных жилых домах. Сейчас больше акцент мы будем уделять уже на частные жилые дома. На установку данных датчиков. В ряде регионов уже запустили программу по установке таких датчиков за счет бюджета для малоимущих граждан. В Тюменской области тоже инициативу поддержали. Лариса Соловьева, Николай Комаров. Тюменское время. Ну, напомню, что не только поддержали, но и начали реализацию. К нам присоединяется Марина Лютова. Марина, здравствуй. Добрый вечер, Дима. Вот очень странно, но цены почему-то разнятся. Тот же Астахов обещал за 280 рублей. Домовые извещатели в сюжете за 500. В интернете я нашел за 190. Но были и за 4000. Но ничего удивительного я, например, в этом не вижу. Все же зависит от производителя, от модели, ее функционала. Говорят, даже есть такие, которые тебе смс-сообщения могут прислать. Неплохо. Но точно новость не напишут. А в этом плюс наших коллег. Простите. Какой отличный переход к обзору СМИ. Тебе слово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Тюмени открылся первый бесплатный магазин, сообщает нам 72.ру. Находится он в антикафе The Loft по адресу улицы Сургутская, 11, дробь 2. Так что горожанам предлагают приносить туда ненужные, но хорошие и пригодные для дальнейшего использования вещи. Не только одежду, но и книги, аксессуары, может быть, даже посуду и так далее. Взамен можно будет взять то, что необходимо вам. Вот такой ответ на развитие общества потребления. И несколько интересных цифр. По результатам опроса Headhunter выяснилось, что каждый десятый тюменец трудится по 12 часов в сутки. А каждый четвертый жалуется на чрезмерную нагрузку на работе. Больше половины опрошенных сказали, что им удается поспать по 6-8 часов в сутки, а семье и друзьям они уделяют лишь пару часов в день. Спросили о том, как расслабляются трудолюбивые жители Тюмени. Более 40% встречаются с друзьями. Каждый третий отдыхает за просмотром сериалов или просто ложится спать, пишет Ньюспромру. Ну, к счастью, есть и те, кто расслабляются с помощью хобби или спорта. Таких примерно 20%, там чуть больше. А вот каждый десятый расслабляется, к сожалению, с использованием алкоголя. Причем, как правило, это те люди, которые работают меньше 5 часов в день. Удивительное сочетание. Очень мало профессий вообще в этот промежуток. Ну ты прям как Маяковский. Я сразу смазал карту будня, плеснувши. В общем, что-нибудь там из стакана. Но между тем, я тебе могу сказать, что через пару недель Тюмени будет и активно, и спортивно отдыхать в выходные. Очень интересно, расскажешь. Если позволишь, вместе с гостем. Тебе отличных выходных, я пока продолжу. Ну, собственно, о самом мероприятии. Новость, конечно, сейчас не сообщим, но до чемпионата Европы по биатлону действительно остается все меньше и меньше времени. Билетов на выходные дни, то есть на 27 и 28 февраля, уже нету. Но свободные места еще остаются даже на открытии первенства. Организаторы с уверенностью заявляют, понравится там не только истинным ценителям спорта. О том, какие сюрпризы ожидают зрители, спросим у Сергея Вотинова, начальника управления областного департамента по спорту и молодежной политике. Сергей Викторович, здравствуйте. Добрый день. Совсем, то есть, еще меньше остается до чемпионата Европы. Мы уже в полной боевой готовности, я так понимаю, да? Совершенно верно. Билеты остаются только на будние дни. На средний четверг, да. Ну, а вот для того, чтобы, может, еще попытаться завлечь болельщиков, что интересного будет на самом мероприятии помимо биатлона? Ну, с каждым годом, как вы могли заметить, мы стараемся все больше и больше сделать интересных вещей для зрителя, потому что в первую очередь мероприятия делаются для них. То есть, спортсмены бегают, выступают, они выступают для болельщиков, и мероприятия мы проводим именно для болельщиков. То есть, в этом году, ну, скажем, в самой зоне зрительской будет установлено очень много торговых точек. То есть, зрители будут иметь возможность купить как сувенирную продукцию, так и попить чай, кофе, съесть булочку, погреться, по крайней мере. Но сувенирка, она оригинальная какая-то интересная? Сувенирная продукция, конечно, будет традиционно биатлонная, то есть, там у нас есть партнеры, которые на каждом мероприятии возят игрушечные. Соответственно, будет символикой чемпионата Европы. Это такая официальная сувенирка Оргкомитета. И все имеющие желание будут купить, могут купить эту сувенирку. Я так понимаю, что господин Тагуберниев опять приезжает не один, да? У него есть, так сказать, помощники, которые будут работать на трибунах, и они тоже звезды определенные. Ну, весь тот состав, который Дмитрий возит с собой на Кубке мира, он приедет к нам в Тюмень, на чемпионат Европы, и они будут активно участвовать в работе со зрителями. Ну, там, я просто далек вообще от того, что показывают. Там говорят, девочки бегают, автографы просят. Такие-то и не надо. Открыть секреты я могу вам, например, гонки на стадионе для зрителя, ну, скажем, вживую вести будет их Илья Трифонов. Ну, это звезда Матч ТВ сейчас. Да, партнер Дмитрия Губерниева. Дмитрий Губерниев у нас будет прямую трансляцию, как говорится, комментировать на Матч ТВ и на Евроспорт. Соответственно, Илья будет работать с зрителями на стадионе, ну, плюс другие ребята тоже будут включаться в программу. Ну, и в паузах Дмитрий Губерниев, конечно, будет выходить зрителями и с ними общаться, как это делается традиционно. Еще есть 26 февраля. Это день паузы, так называемая. Ну, пауза спортивная, да, для нас это не пауза, а такой дополнительный день. И Губерниев уже собрался раздавать автографы и общаться с... Ну, предварительно Дмитрий сам выявил желание, что я хочу пострадаться с болельщиками. Если у кого-то будет желание, мы сказали, конечно, желание такое будет в со сетях. Примерно уже так собираем лайки, что это очень хорошая, позитивная новость. Да, мы предварительно прорабатываем площадку Пионера. Это наше, скажем, подведывательное учреждение, где Дмитрий встречается с людьми, поотвечает на их вопросы, ну, и раздаст автографы. В последний раз, когда мы с вами встречались, не было известно еще имен спортсменов. Сейчас уже есть какие-то заявленные звезды, на которых прямо можно прийти и посмотреть? Ну, заявленная звезда самая основная, это Евгений Гараничев, который... Ну, Тюменский, но, знаете, у нас уже по-свойски, наверное. Ну, для вас это очень важно, потому что это для Евгения, скажем, родной стадион, на котором он вырос и бегает в настоящее время. Ну, а из других, скажем, стран, это... Норвегия везет ребят, которые, ну, не первые, не бьердали, не бьёг, конечно, но Александр Рос, там еще ряд других спортсменов, которые выступают периодически на Кубках мира, но в то же время на Кубках IBU. Многие страны везут ребят, которые вышли только что из юниорского возраста, и которые через 2-3 года будут на Кубках мира. То есть это такое подрастающее поколение, которое не очень известно. Пока можно взять автографы, чтобы потом гордиться, годы через 2-3. Да, они через 2-3 года будут дороже намного, да. То есть это те ребята, которые в перспективе будут элитой биатлона. То есть чемпионат Европы – это такое мероприятие, тут и как возрастные спортсмены, так и молодые спортсмены участвуют. Поэтому из ряда стран есть такие перспективные имена, кто на предыдущих чемпионатах мира по юниорам выступал хорошо. Поэтому мы ожидаем очень серьезную борьбу. Как удалось, или это его была личная инициатива, завлечь сюда главного болельщика биатлона, вот этого известного европейского пенсионера, который посещает все мероприятия? Первый переговор мы провели в том году, когда приглашали на гонку чемпионов. Он сказал, что я проехал все этапы, мне очень тяжело, ребята, извините. Давайте поговорим на следующий сезон. И мы с ним связались, предложили ему такое, скажем, мероприятие, приехать к нам на чемпионат Европы, на что он так очень с оптимизмом откликнулся. Ну и сейчас отрабатываем нюансы, дай бог, чтобы у него со здоровьем все было хорошо. Как говорится, все равно человек в возрасте, мы это понимаем, долгий перелет. Но пока предварительно договоренность есть. Ясно, большое спасибо. Пожалуйста. Вся новость ТСН, включая выпуски нашей программы, доступны на сайте tumantime.ru, а также на ютубе и в группах «Стюменское время», в соцсетях, в фейсбуке и вконтакте. Впереди у нас новости из районов, а после вернемся в студию. Нам еще есть о чем с вами поговорить. Субтитры делал DimaTorzok В селе Мутинском работает единственная в районе школа, позволяющая ребятам с проблемами в развитии получить общее образование. Ставку делают на труд и психологическую помощь детям и родителям. В специальной школе обучается 48 учеников. После окончания им помогают получить образование в лицеях и техникумах. Столетие храма в честь Святой Троицы отмечают в этом году в Армезонском районе. Церковь признана памятником архитектуры. Строили ее местные жители, сейчас необходим капремонт. Для этого храма нужно включить в реестр особо охраняемых строений. Тогда государство выделит деньги на работы. Найти отличия сегодня предложили тюменским автомобилистам. На центральной улице областной столицы развернулась настоящая историческая реконструкция. Главный действующий персонаж – инспектор ГИБДД 70-х годов прошлого века на раритетном автомобиле. Черный полушубок, белый ремень, белые портупеи – все как уже в далекие советские времена. Повод хоть и не юбилейный, но приятный 44-летие со дня образования Дорожно-патрульной службы в Тюмени. Вспомнить, как это было, пригласили не только действующих сотрудников, но и тех, кто стоял у истоков создания ДПС. Когда мы носили такой полушубок зимой, всегда мечтали о какой-то легкой одежде. Потому что вот такая, как сегодня ходят, более полевая. Я думаю, что она более практичная. Хотя в полушубки это было очень тепло. Как заверили в ГИБДД, инсталляция лишь начала череды мероприятий, посвященных 80-летию образования ГИБДД. Его, кстати, отметят 3 июля. Тюменским школьникам тоже дали повод для переодевания. Причем регулярные. Не все взрослые знают, но у подростков теперь появились так называемые свободные пятницы. Тематику и правил зачастую придумывают сами ученики. Ну, к примеру, день без гаджетов или сквернословия. Но большим успехом пока пользуются костюмированные окончания недели. В 50-й школе сегодня вспоминали иностранные традиции. Япония, Канада, Франция, Греция. Тут тебе и статуя свободы, и сборная по хоккею, и королева Елизавета. Да и не только. Мы представляем страну Австрию. В Австрии принято пить горячий шоколад, есть пирожные Захер. Австрия славится классическими композиторами Моцартом, Бетховеном. На этой неделе мы их прослушивали. А вот в 15-й школе Тюмени сегодня все ученики пришли в тельняшках и устроили патриотическую пятницу с танцевальным флэшмобом в честь российского военно-морского флота. А вот впереди у россиян один из самых спорных в последнее время праздников. Покупать валентинки или нет? Вот в чем вопрос накануне выходных. Противники выступают единым фронтом. Ни к чему нам западные ценности надо свои взращивать. Мол, вспомните Петра и Февронию. Помним. Но ведь они покровители семьи. А как же обычные влюбленные? Кто вообще в нашем фольклоре отвечает за добрачные отношения? Сразу ведь в ЗАГС не пойдешь, когда любовь нечаянно нагрянет. Да и вообще, что это за чувство такое? Одно из самых сильных и загадочных чувств человека вызывало научный интерес во все времена. Древние медики считали любовь болезнью. Со временем ее формулу пытались расшифровать физиологи, химики, генетики. Но до сих пор природа человеческой страсти изучена лишь частично. Ученые никак не могут предположить, а что же заставляет реагировать на любовь, на влюбленность. Именно в первую очередь головной мозг. В нем и вырабатываются те самые гормоны, от которых дрожь в коленках. Сердце выпрыгивает из груди, а за спиной вырастают крылья. Сердце бьется у нас в среднем 60-80 раз. А когда человек испытывает любовь, влюбленность у него, и 100, и 120, и 130 ударов. То есть как при хорошей физической нагрузке. Тонус мышц повышается, сила их увеличивается, кажется, влюбленность несет все горы. Флакон пылающей любви. Капли нежности в крови. Возможно, в будущем такие эликсиры и появятся в аптеках. Тем более, что формулы основных дирижеров любви известны. Он состоит из пирокотехина. Адредолин – это гормон напочечников, но он в настоящее время получается синтетическим путем. А еще фенилэтиламин, дофамин, окситоцин и целый букет химических соединений. Состав особенно интересен. Они все содержат бензольное ядро, остаток этилового спирта и аминогруппу. Кстати, выбор объекта страсти отчасти тоже диктует химия. Феромоны или летучие вещества объясняют многие загадки любви. Они испаряются через потовые железы, через наши клетки. Но резкого запаха, какого-то аромата они не имеют. Но тем не менее, мы на подсознательном уровне улавливаем эти запахи. И поэтому этот человек нам симпатичен, а этот человек нам не симпатичен. Именно обилием феромонов объясняют бурное возникновение летних и курортных романов. Впрочем, когда мы влюбляемся, о химии вряд ли думаем. Юлия Сауляк, Николай Комаров, Тюменское время. Любите, признавайтесь в любви даже без повода. Но если он есть, почему бы им не воспользоваться? У меня к этому часу и на этой неделе все новости. В понедельник, в то же время, на том же канале ТСН «Итоги». Встречайте Романа Явановича. Я уверен, ему будет о чем с вами поговорить. Меня зовут Дмитрий Чашков. Спокойной ночи. До встречи.